В старые советские времена на одном из совещаний руководителей колхозов два председателя поспорили, кто больше надоит молока в следующем году. Ну, ударили по рукам принародно, и на ящик коньяку два председателя колхоза взялись соревноваться. Вот такая история такая жизненная. И один приехал и говорит, ребята, нам надо, собрал свой актив, и говорит, ребята, нам надо сделать зарю России по надоям молока, мы пойдем по пути увеличения количества коров в стаде. Мы будем плодить коров, мы будем их выращивать, будем им создавать условия для жизни, чтобы у нас стадо было не 500 коров, а 1000 к концу года. Таким образом мы увеличим надои молока. А другой говорит, приехал, говорит, ребята, мы не будем тратиться на расходы, связанные с увеличением количества поголовья, мы будем увеличивать прежде всего качество дойки. Купим хорошие аппараты, научим доярок, короче говоря, создадим условия для коров, и будем выжимать по максимуму. Ну и к концу года оказалось, что ни в какое сравнение, абсолютно ни в какое сравнение не идет, значит, никакие методы не могут сравниваться с количеством поголовья в стаде. Чем больше коров, тем больше молока. Точка. Чем больше коров в стаде, тем лучше. Чем больше в стаде коров, тем больше молока, потому что, потому что, потому что. Никакие усовершенствования, никакие издевательства над коровами, никакие дойки до крови не приведут к тому, что количество молока будет увеличиваться. Я зачем все это рассказываю? В сетевом бизнесе существует определенного рода тенденции Есть такие ребята, которые, вопреки здравому смыслу, значит, идут вот по какому пути Они говорят, ну вот я набрал 5 человек, а теперь буду их учить, чтобы они, чтобы они как можно лучше работали Буду им помогать, учить, буду проводить тренинги, буду с ними, значит, везде ходить И будем углубляться, значит, в их группы и так далее, и так далее Бред, пустое занятие Можно до крови жучить своих дистрибьюторов Можно выдавливать из них по максимуму, делать им промоушены, обучать, тренировать, возбуждать, мотивировать Но это неправильный подход Потому что увеличение товарооборота происходит только тогда, когда много людей используют твой товар или услугу Когда много людей продвигают этот товар на рынок И когда количество этих людей растет Богатые люди те, у которых много, большая первая линия Много лично приведенных в бизнес людей Точка, других вариантов нету Это история про молочную ферму от Тома Шрайтера, не я придумал, абсолютно И когда мне кто-то рассказывает о том, что Ага, у меня принцип такой, я работаю только со своими людьми, я сам лично много не набираю Значит, ну, тогда это ошибка Тогда твои люди, вся суть-то в этом, вся специфика нашего бизнеса в воспроизведении, в дублицировании, в повторении Твои люди будут тоже говорить, ну, зачем мне много набирать Мой спонсор много не набирает людей в бизнесе, и я много не буду набирать Я буду вот своих людей обучать и углубляться с ними И таким образом бизнес тухнет Новая кровь, это новая свежая кровь в бизнесе, это новые партнеры Когда у тебя появляются новые партнеры, ты зарабатываешь деньги Когда у тебя появляются новые дистрибьюторы, у тебя происходит эмоциональный рост Потому что ты вдохновляешься, потому что ты понимаешь, что твоя организация растет Потому что твои дистрибьюторы пользуются твоими товарами Потому что они используют продукт, потому что они продвигают услугу потому что они набирают новых людей, глядя на тебя, и тогда все начинается. Казалось бы, элементарная вещь, но так много людей идет по пути наименьшего сопротивления. А причина очень простая. Одно дело учить, а другое дело вкалывать. А вкалывать это значит идти к людям, звонить, разговаривать, доказывать, убеждать, показывать, демонстрировать собственный пример, терпеть отказы, насмешки, возможно, даже. Говорят, да-да-да-да, неприятно это слышать. И поэтому люди садятся и начинают тренироваться или учиться бесконечно, проходить всякие разные тренинги, семинары. Че там учиться? Все же просто, на самом деле. Пользуешься, нравится, покупаешь, используешь. Получаешь собственные результаты, вдохновляешься, делишься этим с другим, говоришь, давай вместе, покупай пакеты, начинаем. Не хочешь, покупай продукт, будь клиентом. Дальше, следующий. А некоторые люди не соглашаются, некоторые люди говорят, что у них другое видение, другие взгляды на этот счет. И поэтому это как-то неприятно. И чтобы не терпеть этих неприятностей, многие люди, как в эту самую, как улитка в раковину, клэнс и закрылся, и проводят себе тренинги, и обучают бесконечно, и сам учатся, и книжечки почитывают. Это напоминает мне пацанов, которые покупают книжки по тому, как мышцы наращивают, а в зал не ходят, тяжесть не поднимают, потому что лень, а только книжечки читают с мечтами. То же самое, точно так же, как молодые девочки, чтобы похудеть, вместо того, чтобы они пирожные жрут, извиняюсь за выражение, и плачут о том, что у них нету хорошей фигуры. Труд, усилия, напряжение, разговоры с людьми, вот это самое главное. В простейшем виде, в самом простейшем виде. Когда это происходит, тогда все и получается. А этого не понимают даже руководители компаний многие. Они бесконечно доят своих дистрибьюторов, объявляют то промоушены, то новые продукты. Они не бьются над тем, чтобы вырабатывать рекрутирующие стратегии, чтобы помогать людям, и вселять в них дух дистрибьюторства настоящий, подписывать людей, вовлекать в новых людей, вовлекать в новых людей, а они выдаивают из того, что есть. Вот они объявляют всякие конкурсы, всякие стратегии, чтобы человек все покупал, и покупал, и покупал. И покупал, и покупал, и покупал. Неправильный путь. Поэтому, если мы хотим преуспевать, надо работать. Работать, это значит набирать людей, новых дистрибьюторов, и помогать на первоначальном этапе. Если человек не работает, пошел вон! Как один говорил, знаменитый и богатый дистрибьютор, никогда не забуду. Спонсор, помотивируй меня, пожалуйста. Давай иди сюда. Иди сюда. Подошел? Пошел вон. Иди вкалывай. Все. Твой бизнес, твоя жизнь, твои дети, твое будущее. И мне надо тебя мотивировать, чтобы ты захотел быть богатым. Вот я богатый, вот я успешный, а ты как хочешь. Хочешь? Давай встречи, пойдем вместе, я тебе покажу, как я это делаю. Два, три, пять раз покажу, дальше до свидания. Работай сам, вкалывай. Все, разговор закончен. Законы жизни просты и суровы, но справедливы. Что посеешь, что пожнешь. Что надо сеять? Новых партнеров. Новые коровы в стаде, которые дают молоко. В хорошем смысле этого слова. А не выдаивать из этих самых, вы поняли из чего, последние капли, перемешанные уже с кровью, когда, ну вы поняли меня. Желаю удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова